Нам потребуется передняя деталь брюк. У меня брюки необычного кроя, здесь передняя и задняя половинки вместе, то есть нет бокового шва. Это брюки скроенные по одной мерке. Я уже показывала построение этих брюк в одном из предыдущих видео, ссылку на него оставлю внизу, поэтому сейчас построение показывать вновь не буду. Нам потребуется деталь брюк. Вы можете использовать такую же форму брюк, такой же крой, можете использовать любые другие брюки. Нам необходима передняя половинка. Вот эта половинка у меня является передней деталью, а часть, которая имеет более длинную линию банта среднего среза и более высокий уровень талии, это задняя часть брюк. Еще нам потребуется два прямоугольника в длину около 20 сантиметров, а в ширину мой прямоугольник равен 5 сантиметрам. Один уголок у прямоугольников необходимо скруглить. Это наша имитация детали гульфика. Мы приложим ее к среднему срезу передней детали и гульфик будет как бы продолжением передней детали. Кстати, вы можете вырезать его цельным, то есть не обязательно делать отдельный прямоугольник. Для этого вам необходимо в крое просто достроить 5 сантиметров в ширину и продлить примерно на 20 сантиметров вниз, округлив нижний угол. Но если вы не сделали гульфик цельнокроеным, можно сделать его и отдельным, настрочным. Кстати, в этом даже плюс, поскольку мы укрепим вот этот шов, середину переда, и она не будет вытягиваться. Прикладываем детали лицевыми сторонами вместе, совмещаем срезы. И прокладываем строчку на 1 сантиметр, либо тот припуск, который вы оставляли. То же самое повторяем со второй половинки. Я шью брюки, а вернее это будет целый костюм, из трикотажа, который называется футер-двунитка. Я приобретала его в магазине 1 метр ткани, недавно делала обзор на свой заказ. Если вам нужен трикотаж, можете посмотреть это видео, ссылку на него оставлю внизу. Там очень много полезной информации, особенно о том, как разбираться в разных видах трикотажа, если вы делаете покупку онлайн и нет возможности пощупать материал. Теперь поутюжим, и нам необходимо срезы заутюжить в сторону гульфика, то есть маленькой детали. Также можно проложить дополнительную строчку с отступом пару миллиметров от шва на стороне гульфика, для того, чтобы закрепить деталь в таком виде. Теперь вы можете соединить брюки по боковым срезам и по внутренним шаговым срезам. То есть мы собираем каждую половинку брюк отдельно, а затем можем завершить обработку гульфика и среднего среза. Но поскольку мы шьем брюки из трикотажа и делаем не настоящий гульфик, а его имитацию, имитацию застежки, мы можем отойти от правил и дальше. Поэтому накладываем одну половинку на другую, совмещаем средние срезы спереди и сзади и скрепляем. Прокладываем строчку с одной стороны и с другой, повторяя все контуры. Только по этим округлым срезам. Длинные срезы пока не трогаем. Теперь выворачиваем эту часть на лицевую сторону и нам необходимо правую половинку наложить на левую. Перегибаем по шву. Можем сделать небольшой перекант вовнутрь, буквально 1-2 мм, для того, чтобы с лицевой стороны не было видно шва. Затем раскладываем, поправляем и приутюживаем. Подправим дальше и поутюжим самую нижнюю часть гульфика. Кстати, я пользуюсь универсальной колодкой. И в одном из предыдущих видео я показывала, как можно ее использовать максимально разными способами. Как раз один из способов был утюжка брюк. У этой колодки есть вот такая часть, в которую очень удобно надевать брюки. То есть каждая часть брюк оказывается с обеих сторон. И имеем полный доступ к среднему шву и к области застежки гульфика. Закрепим детали по сгибу. И нам необходимо проложить строчку с отступом 3-4 см вдоль вот этой линии середины. Проводим линию. Она должна проходить примерно на 5 мм глубже. Вот этих срезов. И прокладываем строчку. Делаем закрепку в начале и в конце. Строчка заканчивается прямо там, где у нас начинается средний шов. То есть там, где детали соединены единым швом. Я с детства люблю шить. Почему-то раньше я думала, что шитье может быть только хобби. Основная работа должна быть сложной и серьезной. Наверное, поэтому я пошла учиться на юриста. На самом деле, любимое дело может стать главным источником вашего дохода. Я работала в ателье, шила изделия на заказ. Создавала одежду по собственному дизайну. Продавала ее и выступала на показах. Ну а позже начала делиться своим опытом. Если вы чувствуете, что вам нравится шить, попробуйте эту сферу. Шитье может приносить не только удовольствие и радость, но и постоянный доход. Более пяти лет я делюсь своим опытом в создании одежды. Несколько тысяч девушек и женщин разных возрастов из 30 стран, на самом деле даже больше, занимаются по моим видеокурсам. Я буду рада и вам. Сейчас на всех своих курсах я лично оказываю индивидуальную поддержку каждому. Мы будем общаться с вами, Тет-а-Тет. Только я и вы. У вас будет три месяца бесплатной поддержки, а доступ к урокам останется на всю жизнь. Уроки можно смотреть и пересматривать неограниченное количество раз. На сегодняшний день есть четыре курса. Курс-бестселлер «Женская одежда», по которому вы сошьете разные модели юбок, брюк, платья и рубашку. Совсем скоро у этого курса выходят обновления. И стоимость курса возрастет в несколько раз. Если вы усмеете купить курс «Женская одежда» по старой цене, все обновления, все новые уроки вы получите бесплатно. Второй курс – «Мусульманская одежда», по которому вы сошьете с нуля красивую, но в то же время скромную одежду на все случаи жизни. Новый курс – «Тюрбаны», по которому вы сошьете 10 шикарных моделей головных уборов. Тюрбаны актуальны в любой сезон, и в курсе есть модели, которых вы, возможно, даже еще не встречали в магазинах. И заключительный курс – «Основы шитья» для тех, кто хочет попробовать, для тех, кто еще не определился, хочет он шить или нет. Все программы, все курсы прекрасно подходят как для начинающих, так и для продолжающих. Среди тех, кто прошли мои курсы, есть девушки, которые открыли свои мастерские, ателье, шьют изделия на заказ и продают их, создают свои магазины одежды и аксессуаров и получают доход от любимого дела. Все зависит от вашего желания и упорства. Ознакомиться с содержанием фотоизделий, отзывами, а также приобрести курсы можно на сайте бесплатно.ру по ссылке в описании к видео. Буду ждать вас на своих уроках. Проложили строчку. Также можно закрепить срезы сверху и снова паутюжим. Теперь нам остается закрыть внутренние шаговые срезы. Для этого выворачиваем брюки на изнаночную сторону. Совмещаем средние срезы по передней и задней части брюк. И далее скрепляем с каждой стороны средние срезы. Прокладываем единую строчку. После этого можно будет обработать пояс. Пояс будет эластичным, то есть на резинке. Его обработку я показывала уже много раз. Я хочу пояс сделать широким, но у меня есть только 2 см ширины резинка, эластичная тесьма. Сейчас покажу, как можно сделать резинку более широкой. Складываете две вместе, включаете функцию зигзагообразной строчки и прокладываете строчку. Самое главное, чтобы две эластичные тесьмы были рядом друг с другом. Вот что у нас получается. Эластичная тесьма. Все так же эластично и хорошо растягивается. Все так же эластичная тесьма. И вот что мы получили. Эластичный пояс и застежка с имитацией гульфика.